На работе коллеги на спортивной площадке соперники в Первоуральске прошли соревнования по стритболу среди металлургов. Кто одержал победу, расскажем в сюжете. На площадке спортсмены трубопрокатного и трубоволочильного цехов. Сборные играют в стритбол, облегченный вариант баскетбола. В командах по три человека игра идет в одно кольцо. В первой встрече победа достается трубопрокатчикам. Говорят, помогли заранее выбранная стратегия и немного удачи. Как таковых секретов нет. Была задача, каждый держит своего игрока, не выпускаем, потому что это дополнительный шанс игроку забить мяч. Ну и максимально стараемся забить с под кольца, с ближней дистанции. Соревнования по стритболу среди металлургов входят в спартакиаду Первоуральского новотрубного завода ТМК. Ежегодные спортивные состязания – неотъемлемая часть жизни предприятия и его сотрудников. Уже 72 года спартакиада помогает поддерживать здоровый образ жизни среди заводчан. Спартакиада, кроме спорта, это же корпоративный дух. То есть здесь собираются как ребята, простые рабочие, так и руководители. То есть это так или иначе позволяет как-то неформально пообщаться. Ну и я думаю, что на заводе, в цехах это несомненно сыграет очень важную роль. В играх по стритболу принимают участие 10 сборных команд различных цехов и подразделений. Состязания проводят в два этапа. В первом прошел отбор сильнейших, теперь среди них выявляют чемпионов. На площадку выходят как опытные игроки, так и новички. Матчи идут по правилам Международной федерации баскетбола. Каждая встреча длится 10 минут, лучшие команды проходят в финал. Были как напряженные игры, так и проходные, так называемые. Поэтому я считаю, что уровень личных игроков достаточно хорош. И команды были сбалансированы. Чемпионом этого года становится команда финишного центра. Они завоевывают победу в стритболе уже в четвертый раз. Победителями спартакиады стали цех номер 4. В этом году в спартакиаду вошли 18 видов спорта. Половина соревнований уже позади. Сейчас участники готовятся к следующим спортивным встречам по волейболу и футболу. Финальные матчи традиционно пройдут в День Металлурга. Екатерина Котельникова, Андрей Агарков. Новости Первоуральск.